Что случилось в этом городе? Где я нахожусь? Они захватили все. Вот этот месяц 8 мая. Здесь случилась трагедия. Трагедия культуры Азербайджана. Они захватили наш культурный центр. Захватили и 30 лет они снесли все, что есть. Что это, Видади? Где мы находимся? Мы находимся в нашем старом городе Шуша. Где это находится, Шуша? Это находится в Карабахе. А Карабах где находится? Карабах – это Азербайджан. Покажи мне Шушу, Видади. Видади. Здесь было два брата. У них квартира была. Два брата. И один дверь был у них. Что случилось с этими братьями? Не знаю. Некоторые судьбы пока неизвестны. Что случилось с их домом? Почему дом такой стал? Это надо спрашивать вандалами. У них надо спрашивать, зачем? Вот что вина этого дома? Вот зачем вы это снесли? А что, в этот дом бомба попала? Пушку стреляли? Они зажгли. Если бомба попала, здесь ничего не осталось. Они зажгли. Они хотели, чтобы этот след исчез. Где твой дом, Видади? Сейчас мы подойдем туда. Сейчас мы туда повернемся. Сейчас этот наш дом будет. Здесь был Косров Мелемжил. А здесь это Церева Орековый. Мы приехали, когда осень. Взяли камни или тубинками. Вот так бросали. И эти орехи подали на асфальт. И мы это собрали. Это... 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 Здесь мое детство было. Вот. Это наш милый-милый дом. Вот дверь отсюда. Оттуда? Это твой дом? Да, это мой дом. Сколько лет ты здесь не был? Здесь был я 30 лет... Три месяца. Два месяца. Ты даже месяц ищет? Да. Два месяца. Я оттуда... Как ты ушел из этого дома? Я ушел где-то 3 марта. Я ушел 3 марта. Это мой милый-милый дом. Подожди. Всегда были гостеприимы. Эта дверь делал мой папа своими руками. Вот эта дверь. Он делал своими руками. Это наш дом. Это небо. Мы работали спереди. Хорошо, я познакомлю. Значит, здесь все-таки они жили в этом доме, да? Да. Последнее время они жили. До этого не жили здесь. Добро пожаловать. Это представленный дом. Это была моя комната. Это была твоя комната? Да. Моя комната была. Откуда до туда. Одна кровата. Чтобы так было. Здесь шкаф был. Здесь два окна было. Видали. А здесь что было? Здесь был. У нас большой комнат здесь был. Зал? Да. Гостиная. Да. Знаешь, это такой был. Здесь был. Бухарак. У нас старинный дом. Бухарак. Это так называется. Камин небольшой. Да. Камин. Вот здесь был. Бухарак. Вот здесь. Вот был такой арк. Вот такой. А здесь такой маленький. Вот мы этот оставили. Это они. 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 В поле. В деревянном окне было. А там были полки. Вот так. Верхние были полки. Вот как старинная дама. А в середине была дверь. У меня другой полный окна. Вот тут должна быть дверь. Отсюда была дверь. И здесь свой маленький шкафчик. Видадей? Да. А ты в Шуши родился? Да. А в каком году? 73-й год. 15 мая. Значит, скоро был день рождения? Это поездка. Подарок. Мне. Чтобы я. Это наш сосед Афик был. А там с Емузельмелем жила. Вот им этот попал крат. Крат, это как орудие, да? Орудие, да. Вот за это их дом ничего не остался. Вот наши хорошие соседи были все. И их дом никто не восстановил? Никто не построил? Нет, нет. Просто место стоит пустое и стоит? Да, пустое. Пустое стоит. Они недавно были у себя дома. Смотрели. Пришли эти соседи. Тридцать лет, вы не поверите. Вот иногда они, этот, не хочу принести этот их. Произвести. Да. Их имя. Они иногда ставили в Ютубе этот, из шучих фрагментов. Я ни разу не смотрел. У меня сердце разобрался. Я ни разу не смотрел этот видео. Я хочу, чтобы я сам переходил и я сам своими глазами увидел, как мой родной родина. Как он состояние. Но что есть остаться? Слава Богу! Общий мякле назывался Чкур мякле. И у каждого мякле был свой мечеть, булак и баня был. Вот этот мякле, баня здесь был. Вот здесь был баня. Вот здесь, вот это то, что осталось от бани? Да, от бани что-то вот это осталось. Разрушено. Значит, у вас здесь не было, у вас здесь не было, шушинцев 30 лет и 2 месяца. И здесь остались только раскопки археологические. Да. Как будто бы 300 лет не было здесь людей. Как будто бы... Как будто бы умерли все люди. Да, застрялся эта жизнь. Как будто застрялся и остался этот камень. Как хорошо, что камень не умирает. Камень держит в себя историю нашего города, историю нашего родина. Как хорошо, что камень остается. Я не люблю плакать перед каменью. Извините. Знаешь, мой дорогой, это чувство, это никак я не могу держаться. Есть такие слезы, которых мужчина стесняться не должен. Это чистые слезы. Я покажу. Вот этот мечет был. Вот этот мечет. Какой сломанный? Да, да. Вот этот сломанный мечет был. Это уже 4 махля. Этот 4 махля. Потому что он внизу города. Этот самый первый, даже в интернете все написано, самый первый созданный махля. Это первый здесь строили, потом поднимали с ногу. Это был дом. Чей дом был? Это я... Честно, я забыл. Что здесь написано? Здесь ёклановых минов. Там проверено, минов нет. А нам. Спасибо им, что вы вот так чистили город. Ах, их. Остаток. Чистили вот. Сейчас мы так ходим. Здесь была лестница. И там был минарет. Второй этаж. Женщины все молились со второй этаж. Что, минарет тоже убрали? Да, убрали. Двухэтажная мечеть бывает? Да, да, да. Женщины все. У нас мечети все. Большие мечети двухэтажные. Женщины навек молились. А мужчины внизу молились. Они раздельно молились. Вот этот булак... Булак это родник, да? Вот это здание родника, да? Да, вот раньше уже эта вода была немножко сложной. Вот там вот были краны, наверное, да? Оттуда воду набирали, да? Да, да. Три крана была, вот. Три крана была. Вечером вся эта вода наполнена на это помещение. Ага. И утром они открыли кран. Это бак. Ага. Это бак. Набрался вода туда. И утром везде мы ползали серой. Вот. И то, что... Это... То, что сзади нас это... Вот она мечеть, да? Отсюда... 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 Вот этот был, этот пиль. Там сидел моя бабушка. Мина хана. Вот каждый махалянник, даже во время советское время, здесь проводили махалянник. Обряд религиозный. Обряд, да. И был очень священное место. Вот сейчас они тоже, кто-то перешел и знал, что здесь был священное место. Кстати, в китае вот этот каменный был. И там написано... Это фарсиско написано или по-арабски написано. Фарашки, буквально. Да. Вот там. И здесь тоже был наверху. Вот тоже был вот такой. И из Гурана Ая написано. И там написано Аяты Кирсы. Да. Вот там написано Аяты Кирсы. Ну что это им мешало? Это им мешало? Слова Бога им мешали? Они ревновали, чтобы их истории нет. Пусть они говорят, мы древние-древние из динозавров, что ли. Вот история эта. История эта, чтобы Кирмай Шайдад был там, из Ая Курана был там. Вот этот шам положили здесь, и там кто-то свечу положили. Вот этот, от этого остался только это дерево. Оставался. Этот дом построили до захвата. А теперь смотри, написано, что продается, номер телефона поставили. Да. Это чей телефон интересный? Ну, наверное, их телефон, потому что у нас начинается 0,99. А это 0,97. Это 0,97. Ну что, продали? Еще деньги хотели получить за чужое, да? Здесь жил Абуль Фатмалим. Вот. Это их двор был. Вот здесь был дверь. У них большой двор. А там немножко вверх жил Даллех Якуб. Даллех Якуб жил. А здесь жил Хюмбет. Вот Хюмбет, Мельвара пола. Вот там жил. У них дом тоже разрушили. Слушай, а я смотрю, все дома высокие были, да, Шуши? Да, да, да. Здесь редко найдется одноэтажная квартира. Здесь были все мульчи. Мульчи. Это дворцы. Вот это большие у нас дома. Триэтажные. Большие мульчи были. Вот это... Это богатый город был? Да. Это богатый город был. Скажи, пожалуйста, почему именно Шушу, все азербайджанцы, хоть кто здесь родился, хоть кто в других местах родился, почему именно Шушу так любят? Шуша, это бриллиантный колчо, из колчо бриллианта, вот Азербайджан, сердце Азербайджана, вот это. Почему этот город прославился? Здесь культурный город был. Здесь был Бюльбюль, известный Бюльбюль, наш Бюльбюль. Это папа нашего Бюльбюль. Да, Бюльбюль. Здесь родился, который гимн написал дважды. Здесь родился этот хан Шунский. Видадис, спросить хочу. Я знаю, что в этот раз освободили Шушу без пушки, без танков, без бомбы. Да. Я слышал, что только зашли сюда, они забрались сюда по горе, по ответственной скале, и у них с собой были только пистолеты и кинжалы, оружие такое. И это же не от бомбы, это же не от пушки разрушено. От чего это разрушено? Это опять я говорю. Они хотели уничтожить наше историческое здание, историю. Вот это здание был Мюльч Хаджугуллар. Вот сейчас я покажу эту фотку, какой он состояние был до захвата. Вот он был такой. Этот задний час, а этот передний час. Здесь был его сад. Вот большое помещение вот такое. В советское время здесь был артель, ткань. Архив? Моя бабушка сидела там, очах, мечеть, и они часто встретились здесь, положили самовар, чай пили. У них тоже большой двор есть хороший. Скажи, пожалуйста, у тебя было счастливое детство? Ой, 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 ой. Этот был самый лучший, этот, жизнь моего. Сколько лет тебе было, когда вы ушли из Шуши? У меня было 17 лет. Вот теперь вот этот все. Послушай, ну как ты думаешь, вот зачем они это все сломали? Почему они не могли сюда прийти жить? Они не могли один месяц сидеть и жить, и творить. Вот за это. Но эти дома, вот эти прекрасные, красивые дома, даже в разрушенном виде видно, что это очень прекрасные, красивые дома. Неужели им не жалко было? Дом, это такая вещь, которую все люди мечтают получить, построить дом, свадьбу здесь сделать. Смотрите, сколько места здесь, сколько людей здесь можно было бы позвать на свадьбу, чтобы люди танцевали, радовались. Неужели не жалко было? Честно, вот если бы они хотя бы сами жили бы, берегли бы это, то, что чужими руками было построено. Я бы мог понять. Бывает, человек кушать хочет, хлеб украдет. Бывает, человек бездомный, ну, чужой дом украдет. Но это кто? Это что сделали? Это не ревность нашего проживания, как мы жили. Это ревность. Человек от неревности может делать все. Вот они от не... Ревности. Ревности. От злости. Вот так. Скажи, пожалуйста, но они тоже жили в Шуше? Вот раньше, в советское время, в мирное время, когда было твое детство, когда солнце светило, когда ты был счастливый. Они здесь тоже жили? Да, жили, но немного. Вот в каждой мякле 2-3 армяне были. И даже если азербайджанцы были, у них жена армяне была, но дети выросли как азербайджанцы. Скажи, пожалуйста, а что, они были здесь несчастливы? Нет. Они жили в хорошем. Эту зарплату, в хорошем месте. Работали? Работали, да. У кого был нормальный образование, нормальная работа была. У кого был ненормальный, он был технический, вот так. Ты учился в азербайджанской школе? Да, в азербайджанской школе. А армянские школы здесь тоже были? Армянские школы были. Раньше там был реальный мейтап. Там один час был армянская школа, другой час был интернат, двухномерный интернат. А если они хотели песни петь на армянском языке? Я не слышал. Им кто-нибудь не разрешил? Нет, не запрещали, нет. Здесь было все нормально. Здесь у них школа была, и, наверное, они на свадьбах тоже пели армянские песни. Просто я не слышал. У нас соседи не армяне были. Что заставило их сделать вот такое? В таком прекрасном городе, небольшой город, где все друг друга знают. Здесь был таксист Элда. А там был Улдюза мэллим, Закир мэллим жил. Его дети учили со мной. Завур учился со мной. Вот насчет еды, вы говорите, я жил в Узбекистане, я готовлю узбейский плов. Вы говорите, я готовлю узбейский плов. Вот вы это признаете, что это узбейский плов. Они этот не признают, этот азербайджанский дом или азербайджанский. Вот они не признают. Этот магазин старый магазин? Нет, этот они потом построили. Ну для кого этот магазин? Посмотри, ну для кого этот магазин? Здесь все разрушено вокруг. Кто здесь жил? Они в этой разрухе жили как... Сделали мусорку, свалку сделали из чужого богатства. И все здесь дома были. Вот эта дверь была вот такой аркой. Как красиво. Старый шаг, всех дверей были вот такие арки. У них дверь была. И вот такой маленький дверь был. Калитка? Да, маленький и азербайджанский. Заш. Что сказать вот? Что сказать вот? Люди когда находят вот какое-то помещение, они строят. Они кладут, чтобы там жили жить. Вот они вот что творили. Этот был двуэтажный, это здание был. Здесь аура. Вот энергия дает вот этот. Все. Хорошая энергия дает. Вот где хорошая энергия, там люди больше живут. И строят, и творят. Потому что мобилист тоже. Давай закроем ворота. Пусть, пусть хоть здесь порядок чуть-чуть будет, что ворота закрыты. Пусть хозяин придет, дай бог. Здесь был дом Юсиф Бязев, который был первый посол. Вот там идешь, хотите новую дорогу пойдем? Пойдем. Давайте пойдем новую дорогу. Здесь была жила Суграхала. Мы часто ходили к ним. У нас всегда двери были открыты. Мы ходили к ним, там у них были ягоды. Морох, это, ягоды были. Мы там, говорит так, воровали у них ягоды. Вот так. Какое хорошее время было, какое хорошее время было. Вот так. Там был фундук, это там. Дерево, фундук. Орех. Да, сейчас остался, да. Орех. Орех. Куст остался. Вот раньше был такой богатый. А здесь был тоже маленький двор был. Двухэтажный, с арки, такой красивый дом, Гумрухала. Мы называли Гумрухала, старая женщина была, милая. Гумрухала здесь умерла или в чужом месте уже? Нет. Они умерли, не знаю, какой-то район уже. Уже не дома. Да, не дома, не здесь. Не там ее похоронили, где ее мама похоронена. Не там ее оставили лежать, где ее папа, дедушка, где все их родные. И у каждого ворота был такой камень, сидящий камень. У каждого ворота был такой сидящий камень. Вот они все это тоже убрали. Вот хороший вот такой. Это улица была. Сколько лет по ней никто не хотел? Да, да. Эта улица... Сколько лет по ней никто не хотел? Смотри, трава выросла какая, кусты выросли. Через все гуляли. Вот этот, смотрите. Вот это здание мечеть. Хаджи Юси мечеть. Вот это здание. Два окна и подряд окна. И там был родник булак. Вот это. А это что за здание? Вот это такое высокое, смотри. Это тоже был какой-то меч. Старицкое здание там было. Жили люди. Ой-ой-ой. Вот все. Вот. Ой-ой-ой. Богатый город был. С культурой, с архитектурной. Был богатый город. И дай бог будет. Будет. Вот видишь, кран стоит строительный. Видишь, строят наши. Будет все как надо, будет все хорошо. Кран привезли, рабочие сколько работают. Новую дорогу построили. Новые линии ретропередач провели сюда, в Шушу. Приехали люди, приехали хозяева этой земли. Восстанавливается мечеть, вон люди работают. Это был музыкальная школа, это задний час. Там была лестница. Вот там есть, остался этот язык, след остался. Там лестницы поднялись. И это задний час. А ты ходил в музыкальную школу? Нет. Жалко. Я хотел на гормон. Бабушка сказала, идите на гормон. А гормон был тяжелый. За это я не ходил. Гормон большой, тяжелый. А то маленький был, поэтому не мог ходить. Да. Сколько хороших музыкантов из Шуши? Столько хороших певцов из Шуши? Ой. Так много. Так много. И сейчас тоже рождается. Несмотря на то, что они не жили здесь. Это молодцы. Сейчас тоже рождается. Здесь и певцы были, и музыканты были, и композиторы были, и писатели были. Это целый список. И каждое имя, история нашего города. Я имя, а не край перечислил. Ну вот, а вот я в этом отеле живу сейчас. Видишь, новый отель восстановили. Красивенький сделали. Ох ты, какая красота. Они разрушили, вот в таком состоянии был. И потом они это тоже снесли. Ну как может? Я не понимаю, ну как? Ну хорошо, ладно. Ну мечеть, мешает тебе мечеть. Ну пир, место поклонения. Ну там надписи мусульманские, арабскими буквами были. Это тебе мешает, это тебе глаза колет. Музыкальная школа. Прекрасная музыкальная школа. Ее зачем было разрушать? Не понимаю, у них что, детей не было, что ли? Они могли бы своих детей привезти, пускай бы их дети учились здесь в музыке. Нет, если бы они оставили, наверное, у них детей не было. Я не хочу плакать и слова говорить. Идем базар зайдем. В едах базара. Везде центральной. Это самая центральная улица? Да, центральная улица. От базара и куда идет она? Это дом культуры, это базар Баши. Он назывался базар Баши, мы там будем. Говорят, там жили они в пятиэтажках немножко. Если бы жили, в таком состоянии не было. Посмотрите, жили бы в таком состоянии. Если бы как свинья живет, то можно в таком состоянии? Ну вот этот и хай, семья и везде живет, под землей тоже живет. А здесь был киоск. Ага. Вот здесь был киоск и автобусная остановка. А там внизу всегда висели, что идет в кинотеатр. Афиша? Да, афиша, да. Был два кинотеатра в Агиве и Азербайджане. Это уже ремонтируют, это уже наши ремонтируют. Уже штукатурка здесь новая. Базар начался от... Сейчас, дверь начался вот отсюда. Отсюда вход был? Да, вот был отсюда. Двери были, железные, большие двери были. Сейчас там открыто, там сзади. Здесь продавали кульки. Вот кульки продавали. Раньше были бумажные кульки. А здесь катых продавали, суд продавали. Молоко. Да, молоко продавали. А в верхний час был, там мясо продавали. И там был последний вот курица этот. И яйца, курица продавали. А там, вот там первый был арка был. Элиш Тай был. Там, он игрушку продавал. А здесь фатер хан был, а она продавала сметану, фабричную сметану. А в верхний час там продавали ткань. Представьте себе, если бы не было этой войны, если бы не было этого горя, мы бы сейчас сюда пришли, нас бы все толкали. Здесь бы шум был. Здесь бы люди торговались. Выбирали курочку для обеда. Кто-то мясо покупал, гости придут. Кто-то рис ищет, хочет плов хороший приготовить. У нас во дворе этот был первая груша. Маленький армуд. Он был такой сочный. И я помню, я с бабушкой вот здесь продавал этот груш за 3 рубля. Ух ты! В то время это 3 рубля. Да. Я помню, я продавал. Вот один ведро собрали и продавали. Вот я здесь и торговал. Один раз в жизни. Зимой этот базар работал. Летом 3 месяца базар всегда приносили. Вот здесь у нас открытый базар был. На улице? Да. Летом 3 месяца базар здесь был. Открытый базар. Прилавку положили. И вот так. Здесь был железный цверь. Там тоже был ателье был. Потом какие-то магазины были. А первым этажем был этот парикмахерский. Пожилой мужик этот был. Он стрел на 50 копеек. Мы тогда иногда... Он глазами немножко такой... Плохо видим. Мы иногда 5 копеек мы вот так стреляли, стреляли. Он перестал. Перестел, да. И мы это 5 копеек дали. Вот сказали. Вот это там написано 5. И сзади... Но это 50 копеек. Вот это... Ты смотри. Зачем вы обманывали старого человека? Я помню. Этот был. Вот этот был чарван сарай. Этот на старые... Этот... Старые времена. Старые времена. А это здание было их управление. Этот управляющий здание был. Наверное, этот дом его был. Этот был вот такой. Идет чарван или чердов шар. Или чарван суета. Вот этот без Вагифа. Здесь даже его... Его отремонтировали уже. А раньше был здесь параллель, чтобы здесь был дом Вагифа. Вагиф это великий азербайджанский поэт, да? Поэт, да. И вот этот шар был такой каменный этот стол. И там столик был. На камне был книга. И там черниница тоже была. Вот этот шар. А этот остался 72-й год. Мой ровесник. Этот пулак вот внизу есть. С первого мая. Миру мир. И два шарика. Один парень, одна девочка. Значит, в 1972 году здесь открыли родник. Источник воды, чтобы люди воду набирали. Понимаете? В каждой махале были обязательно родники, чтобы женщины могли воду набрать. Представляете? В то время нарезали хары бельбель. Хары бельбель. Это цветочек такой, да? Хары бельбель. В то время я был пионерой. Это майский праздник. Понимаешь, Видади? Чем нормальные люди отличаются от ненормальных? Вот христианский храм. И вот мусульманская мечеть. Одновременно реставрируют. Не говорят, мы это будем делать, это наше. А это не наше, мы не будем делать это. Это не наше, это не ваше, это не их, это Бога. Это для Бога построено было. Поэтому люди должны сохранить то, что построено другими людьми для Бога. В нашей религии даже разрешено, если нет мечети, мы можем зайти в этот храм, и там делать намаз. И там в советское время тоже был такой купол. Потом они строили треугольник. А был купол как русский церкви? Да, вот такой купол. А потом они такой шатрообразный, да? Шатер сделали? Да, шатер сделали. Это один из христианских храмов Шуши. Есть еще один помещий, где была русская православная церковь. Но этот храм, видите, ремонтируют наряду с мусульманскими мечетями. Одновременно с мусульманскими мечетями восстанавливают. И это будет музей. Это будет, если кто-то захочет помолиться, может, наверное, приехать помолиться, если пожелает. Тем не менее, не мы варвары. Варвары те, кто в наших мечетях свиней держал. У нас были санки, положили как-то этот зимой был. Здесь был лед. Мы положили санку и катались, давились. И одна санка эта мне сделала, вот здесь остался шрам. Бедненький. Вот это, да, вот этот шрам. Это полная санка? Да, вот эта санка меня ударила. Вот этот шрам остался один. Это наш джидырдозу. А там токханами сейчас сидят. А что здесь раньше бывало на этой джидырдозу? Это вот это поле большое. Что здесь бывало? Раньше скачали конями, играли чован ойну. Вот отдыхали. В советское время здесь скоб Махнубайрамы. Это в мае были. Праздник песни? Да, да, праздник песни был. Мы из дома все собрали, отъяли, еда, все. Все вот так поставили на траву. И весь мы здесь гуляли, народные гуляния, вот так. Ну вот видишь, вот ставят сцену, ставят трибуны. Еще один праздник будет. Скоро здесь будет праздник? Да, Хары-Бель-Бель. Хары-Бель-Бель праздник будет? Переходите гости к нам, у нас опять Хары-Бель-Бель фестиваль продолжается. У нас из Северной Азии переходили, я помню, этот народный полк. Смотри, солнце вышло. Да. Наконец солнце вышло. Вот наш флаг. Посмотри, какая красота. Какое прекрасное место. Пещера там. Там пещера есть? Вот это видно, там под видно. Говорили, эта пещера идет до этой телевышки. Слушай, все, поле кончается здесь. И дальше что там, обрыв? Обрыв, это постепенно-постепенно и потом обрыв. Это уже самая последняя граница. И там уже просто стена, ровно как вот напротив такая стена. Да, и вот такая вот. И через вот эту стену наши солдаты поднялись? Да. Поднялись, чтобы освободить Шушу? Шушу. Стой там. Сколько погибло наших солдат здесь? Когда-то это поле было местом праздников, местом для счастья. А теперь этот обрыв, это место, где сложили головы герои Азербайджана, боровшиеся за освобождение Карабаха и за освобождение Шуши. То, что сегодня мы ходим по Шуше, мы проводим здесь международный кулинарный фестиваль. Первый международный кулинарный фестиваль решили провести именно в Шуше. Мы должны вернуть жизнь в этой крае. Что это? Смотрите, что это! Что это такое? Да, что это такое. Это который чай заваривают? Да, да, да. А ты где нашел его? Вот здесь растет. Из камня растет, смотри. Прямо из камня растет. Тихо ли глаза. Там все стояли и кричали. Кызыл каяк, кызыл вар. И там эхо пошел. Вар, вар, вар. Пойдем крикнем. Да. Кызыл каяк, кызыл вар. Кызыл каяк, кызыл вар. У нас не сказали, что-то слышно было. Это даже красиво. Река там проходит внизу. Как через эти горы можно было пробняться наверх? Через эти скалы. Какое сердце надо иметь бесстрашное. Это кладбище? Да, это кладбище. Еще было два кладбища. Один находится, а другой находится, эта заправка называется, этот саз. С нижней города. Где шоколад, сунаги, сунаги. Кто здесь похоронен у тебя? Здесь похоронена моя бабушка. 1990 год. 29 мая. Вот я нашел его могилу, вот я положил ему свет. Радость, что я нашел. Я взял землю и тогда буду сыпать с него отцу могилу, чтобы они уже соединились в этот тонн в мире. Остановись. Секундочку. Ай, видадей. Джан, видадей. Вот ты, в родном городе, видадей. Слава Богу. Слава Аллаху. Аллаха шикар. Шикар Аллаха. Миш шикар. Вот ты в своем родном городе. Какая песня у тебя любимая, видадей? Я люблю Шанан Даглары. Шикар. Да, этот ханшинский пел, этот песенки. Шанан Даглары баши туманны, дырмзы кофталы, яшил туманны. Вот этот туман, вот этот зелень, яшил, вот как он пел и так вот эта обстановка вот так. Шуша. Шуша. Наша любимая Шуша. Да, вот ты. А ты не слышал, я песню написал про Шушу? Да, Шанан, не слышал. Я написал песню, как композитор, про Шушу. Хочешь послушать? Да. Как раз вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok Столько лет к тебе стремились все мои мечты, и как звезды с неприступной светят высоты. Ты сияла, и тобой жила моя душа. Город вечный, город милый, древняя шуша. Под защитой стен старинных башен грепостных Среди улочек знакомых милых и родных Пробуждается с рассветом за зарей спеша память о мылом величье гордая шуша. Ты в стихах живешь и песнях в снах моих звучишь Тихой, нежной, колыбельной с детством говоришь Снова память мою лечишь и едва дыша Ожидаю новой встречи Я с тобой шуша Здесь судьбы моей начало в тишине садов Музыка ветров рождалась и цвела любовь И как вечно помнит птица голос Возвольных стай Сердце хочет возвратиться снова в этот край Стихли злые ветры боль былых обид И как прежде светлый город мой стоит Никогда ни вьюги нас не сокрушат Обрели друг друга Мы с тобой шуша Ты в стихах живешь и песнях в снах моих звучишь Тихой нежной колыбельной с детством говоришь Снова память мою лечишь дыши и два дыша Ожидаю новой встречи Я с тобой шуша На балабане кто играет парень крымский татарин играет Здесь один парень тюров играет один парень израильтянин играет из Германии девушка играет В Москве там один парень играет Я музыку написал слова написала одна девушка Ульвия Ахунда Ты в стихах живешь и песнях в снах моих звучишь Тихой нежной колыбельной с детством говоришь Снова память мою лечишь лечишь и два дыша ожидаю новой встречи я с тобой шуша Я хочу объяснить, как мы вместе с Видади оказались в Шуше на по какому поводу дело в том, что в эти дни в Шуше проходит первый международный кулинарный фестиваль кухни Азербайджана Немножко нам не повезло с погодой, а, Видади? Нет, повезло, это наша погода, наш тождь, наш туман Это наш город Здесь так бывает, но мы любим этот город, мы любим эту землю, мы любим наших людей, мы любим нашу национальную кулинарию Мы сейчас с Видади прогуляемся, фестиваль уже заканчивается, многие гости разъехались, мы хотим прогуляться по фестивалю, поговорить с людьми, поздороваться и посмотреть, кто что приготовил для нас Я первый хочу сказать, что этот часть города назывался Базар Барши Вот здесь находится дом культуры, сейчас это снесли, они снесли Вот этот памятник Узейра, они ему стреляли Пойдем посмотрим Вот там есть этот Давай поближе подойдем Следы от пули Вот смотрите, вот чья вина, вот чья вина этот памятник, чья вина Чем виноват этот памятник? Он же не виноват ничем, это композитор, он писал музыку, которую слушали и азербайджанцы, и они тоже слушали эту музыку И взяли, расстреляли этот памятник, изуродовали Это дочка Хана, принцесса Карабаха, которая была великой поэтессой, которая была очень образованная женщина Когда сюда в Шушу приехали люди из России, из Франции, она разговаривала свободно и по-русски, и по-французски Она вела литературный кружок, она много читала, и в нее тоже стреляли пулями Вот у нее палец сломали Палец сломали Это вандализм, это ужас Кто обращается с памятниками там, кто может так делать? Толкани Толкани, этот Бельбюль Да, великий певец Великий певец, да Отец нашего Палада Бельбюля Его тоже вот так стреляли Ну пойдем чуть-чуть с людьми поговорим, посмотрим, что кто делает Сегодня у нас гости на всех Со всего мира гости были Смотри, вот уже приготовились, ждут гостей, когда гости придут Смотрите, какой хороший салат, Сумах салаты называется Между прочим, я показывал похожий салат вам Это видите, здесь что? Здесь помидоры, здесь вкусный такой фиолетовый красный лук Вишню добавили, райхан базилик добавили Еще дина наварода Вишня, зогалазмаси, тархун Из кизила пюре, сок и тархун добавили Супер салат, очень аппетитный Как жалко, что я хорошо позавтракал Видали, Кардаша, куда надо? Буда надо? В Балгабах десерт Да Вы говорили, что салат вы едите салат Салат вы едите салат Салат вы едите салат Салат вы едите салат Фарид, Фарид, Фарид Это мой старый приятель Шеф-повар великого, очень хорошего ресторана в Баку Салат называется Угости, пожалуйста, моего брата Видадей Чуть-чуть пускай попробует Салат 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 Уже Это не то, что вам нравится Салат Прогусь Смотрите, как хорошо мы подошли, а очереди нет Так удачно мы, это мы удачно зашли Не в очереди, никого и сколько хочешь еды приготовили Видадей здесь родился Да, он в первый раз за 30 лет приехал в свой дом. Мы вчера были в его доме, зашли в дом. Зашли в дом, мы плакали. Не делал этого. Если бы была возможность чувствовать вкус этого блюда, это самый лучший вкус. Если вы хотите этот вкус попробовать, зайдите в ресторан с ума. Это очень... И салат. Это что-то. Да. Я впервые кушаю это. Я тебе еще кебаб сделаю сегодня. Ну как тебе? Понравился? Да, очень вкусный. Мы всегда делаем это. А я впервые кушаю это. Салам алейкум. Алейкум и салам. Бунаде. Салам алейкум и салам. Вот видите, с гранатом гаурма. С гранатом гаурма приготовлено. Молодцы. Молодцы. Вчера мы попробовали. Это что-то. Да? Тебе понравилось? Это что-то, да. Вчера мы это попробовали. Наши угостили. Это что-то. Ну как тебе этот праздник? Ведоди. Этот праздник я, после какого случая, я впервые присутствую на этом празднике. В прошлый год здесь было очень много праздников. Это ленгарань. Ленгарань. Откройте, пожалуйста. Откройте, сахматул вас. А, тандыры приготовленные левангией. Это чисто ленгараньское блюдо. Ну, весь Азербайджан любит его, не только ленгарань, все готовят леванги. Молодцы. Открой, покажи нам. А потом закройте. Кю-кю, который с орехом приготовлен. Я готовил такой. В книгах есть мои рецепты. Кю-кю с зеленью. Молодцы. Птица приготовленная с зеленью и орехами. Зачем мне мама только один желудок дала? И хоть бы 5 желудков у меня было бы, я бы все поел. Плов, да. Плов с укропом, это тоже чисто ленгараньский рецепт. Да, да. У меня есть на моем канале в YouTube рецепт. Салам алейкин. Вино выпьете чуть-чуть вчера? Нет, они угостили, я не пьющий. Просто они спасибо. Все вообще не пьющие? Мы всем это раздали. У нас всем гостям раздали. Они свой. Ну, гостям понравилось их вино? Да. Могу сказать, что все французы, итальянцы, все, кто здесь находились, нас угощали вином. И француз вчера был в полном восторге от розового вина. Вот эти люди занимаются виноделием в Азербайджане. И вы с ними, мои дорогие подписчики, еще обязательно увидитесь, обязательно познакомитесь. Потому что что греха таить, это наши будущие спонсоры. А вы нашу гордость ставите. Спасибо, родной, спасибо, мой хороший. Если не будем пить, то что стоим, место загораживаем. Другие люди подойдут, выпьют. Салам алейкин. Кто из вас старший? Я. Молодец. Откройте, мы все должны снимать. Это называется Зире. Это Зире. Это зелень, сыр и лаваш. Тончайший нахичеванский лаваш. Это яичница. Это яичница. Ага. Знаете, это яичница, которая жарится с маслом, потом с медом, да, тоже? Да. С медом готовится. Вот это блюдо я еще ни разу не готовил, не показал на канале вам. Но я боюсь, что все будут кричать, вредно, вредно, так много жирного, вредно. Кто попробует, потом тот пускай скажет, вредно или полезно. Это нахичеванский гаурма называется. Гаурма. Да. Гаурму как раз вы недавно сняли. Скоро вы его увидите. Гаурма. Вы с топленым маслом сделали, да? Кереяганом. Да. Да. Это... До шести месяцев может храниться эта гаурма без холодильника, без ничего. Потому что гаурму иногда с собой чабаны брали в горы. Кто дорогу идет? О-о-о-о, пах-па-па-па-тауна, пах-тауна. Гер бах-меды. Вы, вы найдете? Вы, нахичеванский чуча называется. Ач, ач. Гоз, сухан. Гоз. Можете пополам поломать, мы покушаем это. В общем, я одно хочу вам сказать. Кто в Азербайджан приедет, голодный не останется. Но... Это слоеные лепешки. Ваш кутое... Тук-па. Тук-па-па-па-па. Я такой кутое готовлю. Маленький не люблю. Я готовлю, если кутое? Большой котов. Я тоже хочу. Да. Молодец. Я тоже так готовил, по телевидению показал в России Я не знаю, что мне делать, дальше снимать или на все это великолепие смотреть Посмотрите еще раз, полюбуйтесь Кюфта, которая сделана не на мясорубке, а на камнях отбита Это какое мясо, это какие вещи, это какие закуски Какое разнообразие азербайджанской кухни И еще самое главное, посмотрите, какие красивые глаза Где еще таких женщин вы найдете? Таких красавиц на всем Востоке не найдете Огонь зажигай, ходить днем с огнем не найдешь Пойдем дальше погуляем Вот тандир Тандир, кабал Бах, 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 бах Ох, хиндушкады, сол, бузу, 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 бузу Габала, такой сладкий город, ох, такой красивый город Габала Возле Габалы живет довольно много лезгинов Это наш народ Это братский нам народ Мы живем как братья азербайджанцы, лезгины Можно язык разный, а народ один Спасибо вам Это, вот это блюдо я никогда не пробовал В обед приду, обязательно для меня оставь, пожалуйста Хорошо, пообещал, да? Пообещал, смотри, не забудь Ух ты, смотрите Смотрите, смотрите Попробуем, давай Это русский Да, половину возьми Но я никогда не попробовал Возьми еще Это много мне Это много мне Ну возьми, пожалуйста Ну возьми половину Это такой вкусный И, к сожалению, вот сейчас не все здесь эти ребята находятся Но мы пришли на стенд, где работают повара Это повара знаменитых бакинских ресторанов И это особые люди Когда была война за освобождение Шуши Эти повара Бросили свои рестораны И пошли вслед за армией Для того, чтобы вкусно кормить наших солдат Победа азербайджанского Аскара Состоит еще и в героизме этих ребят Ребят, они все уже взрослые Они все уже семейные Не побоялись Они подставили свои головы Свои чистые сердца Под пули подставили Пошли, чтобы кормить наших солдат И поэтому они здесь почетные гости Вот еще один регион Азербайджана Ширван Степной регион Давай посмотрим, что у них есть Что у них что есть Салам Адин Адин Санин Адин Решат Ширинов Решат Ширинов, молодец Меня зовут Сталих Ханкишиев Мен Русиадан гэлмишэм Орда Телевизиада апаровщи ищи рэм Китаблары язды рэм И Бизым гардашм Видади Бурда Шушада Анадан алыбмышды Один Видите, бараньи ножки приготовили в качестве бугламы, пропаренные вместе с овощами, вместе с приправами чуть-чуть. Машаллах. Долма. Ох, какая маленькая долма. Смотрите, какая маленькая. Смотрите, какая маленькая. Я поставлю мой палец, чтобы вы видели. Как мой ноготь, так одна долма. Как 10 копеек долма. Бу-нады, му-раба. Это варенье из арбуза. Видели когда-нибудь такое, пробовали? В Азербайджане готовят. В Азербайджане готовят. Молодцы, молодцы. Бу-нады. Сазан. Сальянский буглама. Это знаменитое блюдо. Именно сальянок бугламол очень хорошо готовят. Сырдах. А, сырдах. Да, сырдах. Да, сырдах. Бу-нады. Бу-нады. Икра дам чуть-чуть. Ничего себе. С икрой, рыбной икрой ку-ку приготовили. Молодцы, молодцы. А это челка с каранатом. Это туюк? Курица? Курица, да. Молодец. Молодец. Багла. Сахла. Саад бердаги, Аляджан. У нас в Азербайджане много соседских стран есть. И некоторые страны, сам знаешь, как себя повели люди, а некоторые страны очень хорошо себя повели, остались, были, как были они для нас братьями, так остались братьями, так и будут братьями. Вот мои трое друзей из Грузии, с которыми я уже подружился. Мы с ними вместе на гитаре играли, песни вместе спели. Один куплет Сулихо споем? Да. У нас в Азербайджане много соседских стран есть. Молодцы, спасибо. Видите, какие у нас друзья, видите, какие у нас братья. Они нас поддержали. Не дай бог, чтобы у них когда-то беда была. Мы их поддержим. Спасибо, дорогие. Спасибо. Потрясающий фестиваль, потрясающие люди. Потрясающие блюда. Было бы времени побольше и была погода получше. Я бы здесь столько всего наснимал. Посмотрите, какие красивые одежды. Все пришли в праздничных, нарядных одеждах. Вот кебаб жарят. Но без кебаба Азербайджана не бывает. Это карабахская кухня. Это карабахская кухня. И поэтому сюда, видите, наши аксакалы тоже сюда пришли. Поздравляем с праздником вас. Ох, какой дым. Сладкий дым. Пойдем дальше. А то потом все собаки будут за мной бегать. Так пахнет от меня шашлыком. Машаллах, смотри. Вот подача карабахского кебаба. Кебабы. Карабаха. У нас все называются Карабах. Будете? Потом придем. В час дня придем. Хариджику нахларвар? Да. Он нахар. Галяджам. Иншаллах. Галяджам. Дорогой видадей. Солнце светит. Солнце начинает приходить. Солнце. Почти что уже вышло солнце. Заканчивается, подходит к концу наш фильм. Наш фильм о том, какое горе принес национализм, фашизм и война на эту землю. Как эти негодные люди испортили судьбу целого поколения. Я показал вам только одного человека, маленького человека. И показал вам только одну маленькую часть этого потрясающего города Шуши. Когда-то Шуша была богаче, чем нынешняя подмосковная Рублевка. И вот этот край вот так разорили. Вот так сделали. Но, видадей, ты видишь, что мирная жизнь приходит? Да. Радость приходит. Праздник приходит. Мы вернулись в свободную Шушу. Мы вернулись навсегда. Дорогие люди, дорогие зрители, дорогие братья и сестры любой религии, любой национальности. Берегите мир. Не позволяйте националистам, фашистам, негодяям поступать так, как они поступили с этим чудесным краем Шушой. Да, здесь уже возвращается жизнь, и всегда будет так. И каждый год, каждый день будут такие праздники. И мы всех вызываем к нам в Шушу. Приглашаем. Приглашаем, да. Переходите, полюбляйтесь, дышите свежим воздухом. Айгыз, айгыз. Какой человек из Африи. Блин, блядь салам вермесе, а, надамлара. Салам olsun. Посмотреть хоккей. Амья саламлар. Сарвар Гюльнас. Скажите по-азербайджански, пусть мир будет вашим домом. Эбинизде сюльх olsun. Эбинизде сюльх olsun. Эбинизде сюльх. Эбинизде сюльх, аминаванник. Аминь. Аминь. Аминь.